Скопление грязи и антисанитарии Особой популярностью Народный пользовался у пенсионеров. Для них был открыт специальный отдел с товарами по доступным ценам. Хожу иногда купить дешевую картошку, последняя цена была 13,90, но в два раза дешевле. И там овощи, ну так, выбрать можно, но они не очень качественные бывают, продавцы сами предупреждают. Что-то морковь не очень, вот там очередь, а остальное то же самое. Торговые ряды не единственные в районе. Часть прилавков перенесли на другие рынки, поэтому покупатели не лишаются любимых поставщиков. Зато отсутствие синих гаражей сможет открыть нижегородцам вид на кинотеатр «Россия». Здесь ничего такого не было. Все такие же цены, как и на рынке на Заречном, на рынке школьном. Все такое же. У нас здесь вид-то какой прекрасный. Смотрите, бульвар Заречный. Там стоит без Суворова, правильно? Почему бы не погулять? А здесь что за прогулки есть? Постоянно пахло туалет. В городской администрации закрытие рынка связывают с работой по благоустройству города к чемпионату мира по футболу. Синие павильоны и правда сложно назвать украшением. Вероника Кузьминова, Георгий Захаров, столица Нижний.